Видите ли, природа этой жизни такова, что у вас есть только то, от чего вы отказываетесь. Будь в моменте, будь в моменте. Почему вы пытаетесь быть в моменте? Будьте где-нибудь еще и покажите мне. Просто побудьте в самозабвении, и вы увидите, какой прекрасной станет жизнь. Я не говорил, что я в сознании. Я все время нахожусь в безумном состоянии самозабвения и объединения. Просто посмотрите в мои глаза. Я всегда под кайфом, никогда не прикасался ни к чему такому, но меня полностью срубило. Я не говорил, что я в сознании. Я только говорил вам, что вы должны быть в сознании. Потому что... Видите ли, природа этой жизни такова, что у вас есть только то, от чего вы отказываетесь. Природа жизни, даже явления вокруг вас таковы. Например, сейчас это выглядит черным. Не потому, что оно черное, а просто потому, что оно отказывается отражать цвет. Вот почему оно выглядит черным. Это выглядит красным, не потому, что оно красное. Оно поглощает. Все другие цвета отражают только красный. Поэтому то, что оно отбрасывает, становится его качеством. Такова природа существования. Вы не будете тем, кем пытаетесь стать. То, что вы отражаете и распространяете, становится вами. Не так ли? Если вы будете разбрасываться деньгами, люди будут думать, что вы богаты. Да? Если вы будете хранить их, люди будут думать, что, может, у вас и нет ничего. Не так ли? Итак, то, что исходит от вас, в некотором смысле, ваше. Вы говорите «ум» или «быть осознанным». Я мало что знаю об этом, но предполагаю, что люди пытаются привести себя в этот момент с помощью мыслей. Будьте в моменте, будьте в моменте. Почему вы пытаетесь быть в моменте? Будьте где-нибудь еще и покажите мне. Да? Можете ли вы быть где-нибудь еще? Нет. В любом случае, вы здесь. Так почему вы пытаетесь быть здесь? По сути, вы говорите «не думай». Потребовались миллионы лет эволюции, чтобы привести вас к такому уровню умственных способностей. Но теперь вы хотите отказаться от этого. Два основных качества, которые отличают нас от любого другого существа, заключаются в том, что у нас очень живая память. Мы помним все, что происходит. Вот почему наш опыт стал нашим знанием. И у нас фантастическое воображение. Мы можем представить себе то, чего еще нет, и работать над созданием этого. Это единственные две вещи, от которых страдают. Всего лишь две вещи. Люди все еще могут страдать от того, что случилось 10 лет назад. Это не значит, что они страдают от жизни. Они страдают от своей памяти. Они уже страдают от того, что может случиться послезавтра. Это не значит, что они страдают от жизни. Они страдают от своего воображения. Страдают от своей памяти и воображения. От двух основных способностей, которые отличают нас от любого другого существа. Вы ломаете эволюционный процесс. Вы хотите назад, потому что видели обезьян, радостно прыгающих по деревьям. Так что вы думаете, что это лучшая жизнь. Но тогда эволюция прошла впустую. Это гораздо большая возможность. Нереализованная возможность. Это всегда большая проблема. Любые возможности кажутся проблемами, если вы не осознаете, что это возможность, и не хватаетесь за нее. Не так ли? Сейчас это проблема человечества. Так что вам не нужно быть осознанными. Вы должны быть безумными. Да? Просто побудьте в самозабвении и увидите, какой прекрасной станет жизнь. Будь то работа, или песня, или танец, или что бы вы ни делали, просто погрузитесь в это на мгновение. Без какой-либо осознанности, или неосознанности, или чего-то еще, просто посмотрите, какой замечательной станет жизнь. Это самые замечательные моменты в вашей жизни. Не так ли? Когда вы отсутствуете. Большое спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»